Чистое преданное служение Вчера мы читали вторую песню, главу третью текст, двадцать четвертый. Мы поменяли тексты и будем обсуждать сегодня этот текст с точки зрения нашего семинара. Который описывает прохождение преданного ступени от Ашратхи до Крема. Тад Ашма Сара Придая Батеда Я Грияма Найр Ари Нама Тад Амам Деяй Нам Викриет Тад Ам Тад Амам Викаро Нетре Тад Ашма Сара Придая Батеда Я Грияма Найр Аринам Аде Яй Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Но бывает и так, что люди умышленно стимулируют эти признаки. Вот почему Щиловишна Чакраварти говорит, что у таких имитаторов каменное сердце. Иногда на них падают отблески трансцендентных признаков экстаза, но если, несмотря на это, они не отказываются от дурных привычек, то теряют всякую надежду осознать трансцендентное. Встретив на берегу Гадавари Чилрамананду Рая из Каваура, Господь Чайтаня обнаружил все названные выше признаки, но подавил их, поскольку рая сопровождала его свита, состоящая из браманов непреданных. Таким образом, при определенных обстоятельствах даже у предного первого класса нельзя увидеть подобных признаков. Поэтому истинная устойчивая Баба по-настоящему проявляется в том, что у человека пропадают материальные желания к Шанти, в том, что каждое мгновение своей жизни он использует для трансцендентного любовного служения Господу Авьярха Калатваум. В его жажде постоянно прославлять Господа, намаганеса даручи, стремление жить в местах, где проходили игры Господа, прийти в ста двадцати столе, равнодушие к материальному счастью в Веракте и полном отсутствии гордыни, мана Шумьята. Тот, кто развил в себе все эти трансцендентные качества, действительно находится на стадии Бабы, в отличие от имитаторов с каменным сердцем или предного материалиста. Итак, весь процесс сводится к следующему. Продвинутый преданный, повторяющий святое имя без оскорблений и ко всем относящийся дружелюбно, способен ощутить подлинное трансцендентное блаженство, прославляя Господа. В результате этого, как уже говорилось, человек избавляется от всех материальных желаний и тому подобного. Однако неофиты, находясь на низшей ступени предного служения, не могут избавиться от зависти, которая настолько поглощает их, что они не следуют очариям, а вместо этого выдумывают собственные правила и методы предного служения. Поэтому они, хотя и делают вид, что постоянно повторяют святое имя Господа, на самом деле не способны насладиться его трансцендентным вкусом. Отчаяние сурово осуждают такие показные слезы, дрожь и спарима, потерю сознания и тому и так далее. Однако, начав общаться с чистым преданным Господа, неофиты могут избавиться от своих дурных привычек. В противном случае их сердца так и останутся каменными, и им уже ничто не поможет. Пройти до конца весь путь домой, обратно к Богу, может только тот, кто следует указаниям боготгровенных писаний, полученных от озазнавшего себя преданного. Тадашмасарам рудайам матедам, ягриха манаяр харинамадеяй, навикриетата, ядавикаро, нейтриджалам гатра, рухешу харша. Конечно, это сердце встал, которое, в любом случае, чаятая святого имя Господа, не изменит, когда экстазия происходит. Третья влезают глаза, и зрители стоят на нем. Если сосредоточенно повторяя святое имя Господа, человек не испытывает экстаза. Если его глаза не наполняются слезами, а волосы на теле не встают дыбом, значит, его сердце заковано в железо. Сиадвайта-гададха, сивасадигора-бхакта-вринда. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нанч-капа-трирубий-эст'я-крипа-сиаду-пре-ва-ч Worth, дадиддадим-бханам, бханэ-бханаме, ва-ва inevitably, ва-ваш'набе бь practice жда monitor? ah Мы воспеваем святые имена. Но я пока не видел, чтобы кто-то катался по полу. Проливая слезы экстаза, и чтобы волосы этого человека стояли дыбом. Я не видел. Видели? Нет. Хороший раз. Окей. В любом случае, этот письмо обсуждает эту тему. В этом стихе обсуждается эта тема. И как мы вчера слышали в лекции его «Милости Говардан Гопала Прабху». Такой прекрасной лекции. Я не знаю, какая лекция была лучше его или лекция «Милости Говардан Гопала Прабху». Просто нектар. Просто нектар. Но вчера до определенной степени Говардан Гопала Прабху затронул тему оскорблений. И данный текст и комментарий обсуждают эту тему более глубоко. Здесь говорится, что если мы действительно сосредоточенно пытаемся повторять Святое Имя, но в нас не проявляются признаки экстаза, это значит, что наше сердце заковано в железо. Это не так уж хорошо, да? Заковано в железо, значит, оно очень твердое. Практически это значит, что во время воспевания мы совершаем оскорбления. Поскольку если бы мы не совершали оскорблений, то, как мы начали воспевать, мы были бы переполнены экстазом. Вчера во время церемонии посвящения мы говорили, о том, что, получив посвящение, Господь Чаитания получил наставление от своего духовного учителя воспевать святые имена. Начав делать это, он сразу же погрузился в океан воспевания. И мгновенно в нем проявились эти экстатические признаки. Конечно, Господь Чаитания — это сам Господь, поэтому занимает особое положение. Однако, мы должны понять, что это произошло, поскольку его воспевание было абсолютно безоскорбительным. И таковым оно стало сразу же, а не после какого-то времени. В действительности, то же самое может произойти и с нами. И было бы прекрасно, если бы это произошло. И мы молимся о том, чтобы в один солнечный день это произошло. Пока же мы должны принимать во внимание то, о чем говорится в данном стихе и комментарии. Мы должны воспевать, воспевать и воспевать. Но это воспевание должно быть качественным. Мы не должны воспевать подобно попугаю. В одном из наших храмов, однажды бредный по каким-то причинам завели попугая. И угадайте, что они научили его повторять. Они научили его повторять Харе Кришна. Когда кто-то проходил мимо его клетки, он сразу же кричал «Харе Кришна». И целый день Харе Кришна звучала в храме. И потом в этот храм приехал Шила Прабхупада. И предные, конечно, очень гордились своим попугаем. И они отвели Прабхупаду встретиться с ним. Прабхупада вошел. И попугай сказал «Харе Кришна». И Прабхупада был немного удивлен. Но потом Шила Прабхупада сказал «Харе Кришна». И потом Прабхупада сказал «Это хорошо, это неплохо». Но, если вы схватите этого попугая за горло, будете душить его, попытаетесь убить. Попугай не будет повторять Харе Кришна. Он будет издавать какие-то звуки, которые издают попугаи в такой ситуации. Потому что, конечно, в действительности он получает благо. Но в то же время нельзя сказать, что это глубоко проникло в его сердце. Мы также можем воспевать, воспевать и воспевать, и мы должны делать это. Иначе это не проникнет глубоко в нас. Читая Чаритамрита, Господь Чаритамрита говорит, что если вы будете повторять с оскорблениями, вы можете продолжать повторение множества жизней. Но так и не достигнете цели чистого сознания Кришны. Что это за стих? Что это за стих? Баху-джанма-кари-яди-шрабана-кертана. И? Something, something. But anyway, баху-джанма-кари-яди. You can do it for many births. Можно делать это, множество рождений. Even there was one interesting incident with Shila Prabhupada in Hawaii. На Гавайях с Shila Prabhupada однажды случился интересный случай. And there was some, there was a group of devotees there. They were just very independently minded. Там была группа предных, которые были очень независимы. And they didn't want to cooperate with the local authorities. Они не хотели сотрудничать с местными авторитетами. They didn't like, actually, particularly, the mass book distribution. В частности, им не нравилась идея массивного распространения книг. They thought it was offending people. Им казалось, что это оскорбляет людей. So they thought that we should not push the movement so hard, but in more delicate ways somehow trying to spread Krishna consciousness. Они считали, что нельзя так насильно распространять наше движение, а более деликатно распространять сознание Кришны. So they separated themselves into their own group. И они отделились, создали свою собственную группу. Yeah. So anyway, Prabhupada came and visited, and they came to see Prabhupada. Prabhupada приехал туда, и они пришли встретиться с ним. And they explained their position to Prabhupada. We are happy to do whatever you like. They said, we are happy to do whatever you like. But we don't want to follow these local authorities. But we don't want to follow these local authorities. We'll do whatever you say. But not this GBC here. So Shila Prabhupada said, Oh, I see. You'll do whatever I say. Yes, Shila Prabhupada, just order us. And Prabhupada said, All right. You follow the GBC. Следуйте указаниям GBC. So they didn't do that. Но они не сделали этого. Prabhupada stayed on for a week or more in Hawaii, but there was no sign that that group of devotees was going to follow that instruction and work with the local authorities. Shila Prabhupada провел на Гавайях еще неделю или даже больше, но за все это время не было ни одного признака того, что эти предные решили сотрудничать с местными авторитетами. So on one morning walk, one of the devotees asked Prabhupada you have ordered these devotees to do this, to work with the local authorities. Вы же дали наставление этим предным сделать это, сотрудничать с местными авторитетами. Но они этого не делают. Is this not the third offense in the chanting of the Holy Names? Что это? Не выполнять наставления духовного учителя. Okay. To disobey the orders of the spiritual master. So Shila Prabhupada said, Yes, it is. And the devoidy said, But they seem to be practically the same as us. Тогда предные сказали, Но они практически такие же, как мы. They dress like us. Они одеваются, как мы. They chant on their beads, like us. Так же, как мы воспевают цветы имена на четках. They do deity worship, like us. Так же, как и мы поклоняются божествам. They offer food. They take prosadum. Предлагают пищу, кушают просад. They seem just like us. Они похожи на нас. Но похоже, что они совершают это оскорбление. So will it have any effect on them? Будет это как-то отразиться на них? And Shila Prabhupada said, Yes, it will have an effect. Prabhupada said, Да, это отразится на них. And the devotee said that You have told us, Prabhupada, that if we chant 16 rounds, follow the principles and do things nicely, we can go back to Godhead at the end of this life. But now they're chanting and so on, but they're disobeying your order. So will they go back to Godhead? And Prabhupada went sort of like Maybe. Может быть. After 400 lifetimes. Через 400 жизней. So, so these things make a difference. Это отличие. All these, everything makes a difference, of course. Во всем есть различие. And if we commit offenses or we don't commit offenses, or to whatever degree we may or may not commit offenses, it all makes a difference. And one of the main differences is just this very practical, direct difference that you will not experience the great ecstasy, which is there to be experienced in Krishna consciousness. And the basic reason is because of offense. we may be sitting here, we're all sitting here now, hearing about this. We may be sitting here, we're all sitting here now, hearing about this. so I'm not experiencing that ecstasy. So I'm not experiencing that ecstasy. According to this, it means I'm committing offenses. And, согласно тому, что я слышу, это указывает, я совершаю оскорбления. But then we may think, I'm not committing any offenses. Not that I'm aware of. По крайней мере, я об этом ничего не знаю. в комментариях, о Vishunath Chakravati Thakura, Shri the Prabhupada in the purport refers to Vishunath Chakravati Thakura. In the section of Madhurya Kadambani, which we're going to look at now about Anartha Nevriti, Vishunath Chakravati Thakura says, И в разделе Матхурия Кадамвани, посвященное обсуждению о Нархане Врите, он говорит Что преданное может сказать, я не совершаю оскорблений И Вишна Чагавати Такхуа говорит, нельзя никогда говорить такое Доказательство того, что ты совершаешь оскорбления, даны в данном стихе Итак, мы должны быть совершаем оскорбления, даже не смотря на то, что сами не понимаем этого У вас может возникнуть вопрос, почему же я не понимаю того, что совершаю оскорбления? Шишина Тайго Ранга Кей Причина этого в том, что когда вы совершаете оскорбления, ваш разум украден И поэтому даже увидев что-то, вы не сможете ясно понять, что это такое И так, должно быть, мы совершаем оскорбления, поскольку видим, что не испытываем экстазы И частью нахождения на ступени Анардха Неврити является то, что преданный каждый день обращается к Кришне И говорит, мой дорогой Господь Кришна, я знаю, что я глупец Я настолько глуп, что не могу увидеть, насколько я глуп Пожалуйста, помоги мне увидеть это И тогда я смогу с этим что-нибудь сделать Я могу попытаться избавиться от глупостей и прекратить совершать оскорбления Поэтому, пожалуйста, Кришна, дай мне глаза, с помощью которых я смогу увидеть себя Если вы со всей искренностью будете молиться так, то очень скоро вы начнете видеть себя совсем по-другому Вы начнете видеть, что с вами не так И вы увидите и подумаете, что же это такое Это не могу быть я Я не такой Извините, но вот такие мы и есть И так, как мы вчера говорили, на самых начальных ступенях, когда преданный только восходит на ступень Бхаджана Крии и начинает практиковать предное служение И тогда мы обсудили, что были, я думаю, пять специальных типов проблем, или шесть, в самом деле Шесть, например, родственные типы анарфа, которые регулярно атакуют неофайские доверия Он встречается с шестью видами анарт, которые регулярно атакуют преданного неофитам Кто-нибудь из вас увидел в себе проявление каких-то из этих анарт? Пара человек увидел, вы можете с ними поговорить Бхаджана Крия Термин Бхаджана Крия в своем изначальном переводе, как он дан к стиху, который был написан пару дней назад, когда мы начинали наш курс Адхо-шрадхататасангасадху, и так далее Так что Бхаджана Крия, Шилаправпада это переводит там, как Бхаджана Крия означает время, когда человек получает посвящение Посвящение это начало, это тот момент, когда мы начинаем свой путь Конечно, некоторые предные иногда думают, что инициация или посвящение значит окончание Я достиг совершенства Вот я и получил посвящение Все предные теперь будут принимать меня как настоящего преданного Извините, пожалуйста, это только начало Итак, эти шесть видов глупости неофита Думать, что ты более продвинут, нежели являешься на самом деле Но попадать под влияние того, что происходит, когда происходит что-то не так Не знать, что делать, какой выбор сделать в своей жизни в сознании Кришны И не знать даже, как получить помощь для принятия правильного решения Попытки стать слишком отреченным Пытаться делать больше, нежели то, на что вы способны в сознании Кришны И совершив небольшое продвижение, думать, что вы очень продвинуты Вишнад Чакравати Такху говорит, что в основном каждый преданный проходит через эти этапы Но если человек становится серьезным и принимает прибежища Кришны и духовного учителя Или других преданных То он очень быстро достигает уровня Анатха Неврити Это четвертый из девяти уровней Анатха Неврити значит уничтожение нежелательных вещей Как мы уже говорили, когда преданный достигает уровня Анатха Неврити И Кришна проливает на него свою особую милость Он начинает показывать вам ваши Анатхи И вы начинаете видеть, что у меня есть вот такой недостаток, вот такая проблема Вот здесь я действую неправильно Иногда, как мы сказали, мы можем молиться Кришне о том, чтобы Он помог увидеть нам это Иногда Кришна становится так милостив Он может просто утопить вас в своей милости И вы получите такое огромное количество реализаций касательно того, что с вами не так Что не сможете даже справиться с этим возможно И тогда вы снова захотите молиться Кришне Не все сразу Но это один из очевидных признаков того, что человек поднимается на уровень Анатха Неврити И это то, увидев, что вы можете сказать, что я нахожусь на уровне Анатха Неврити Вы начинаете видеть в себе все больше и больше вещей, которые нужно улучшить Итак, теперь, в этой дискуссии здесь о том, что Анатха Неврити Шудра Вишна Чагавади Тааква говорит что есть четыре типы Анатхаза в том, что основные источники Анатхаза Обсуждая уровень Анатха Неврити Вишна Чагавади Тааква говорит о том, что в соответствии с причинами своего появления анархии делятся на четыре группы Во-первых, есть анархии, которые проистекают из прошлой греховной деятельности Их может быть довольно много Следующий тип Анатх – это анархии, происходящие из прошлой благочестивой деятельности Их может быть совсем мало Так же есть анархии, причиной которых является неправильное выполнение процесса предного служения Они не настолько плохи, чтобы действительно считать их оскорблениями Иногда мы делаем ошибки, поскольку это природа обусловленной души И четвертый, самый худший тип Анархии, происходящие из оскорблений Давайте немного скажем о каждом из четырех типов В двух словах анархии, происходящие из прошлой греховной деятельности, это склонности нарушать регулирующие принципы Эти вещи могут преследовать нас Иногда мы можем воспевать Харе Кришна и вдруг вспомнить О, вот чем я занимался раньше О, моя любимая популярная музыка О, экстаз Дима Пилан Нет, нет, это не экстаз Но иногда мы можем привлекаться этим О, моя любимая телевизионная шоу Что это? Дом Дуа О, Андрей и Язабел Иногда мы можем сидеть, воспевать свои круги И мимо проходит какое-нибудь предное противоположное поло И мы видим О О, и мы думаем О, она выглядит О, хорошо выглядит Эти склонности сохраняются в нашем сердце с нашего прошлого материального существования И все мы знаем, что иногда они могут являться причиной проблем и даже очень серьезных проблем Однажды один предный обратился к Шиле Прабхупаде И сказал, Шиле Прабхупада, сознание Кришны настолько прекрасно У меня пропал всякий интерес к женщинам Ничего Прабхупада посмотрел на него И сказал, да С тобой что-то не так Все это находится глубоко в нашем сердце Все это находится глубоко в нашем сердце Но, но, Кришна-кончисность так прекрасна Это может избавиться от всех этих вещей довольно быстро Но сознание Кришны настолько прекрасно, что можно довольно быстро избавиться от всего этого В действительности, Вишнанат Чакравати Таквар говорит, что как только вы начинаете серьезно практиковать на уровне Баджана Крия И скажете, что в этом моменте О более чем 50%, 60% О тех анатх, тех аттракционов и так далее От ваших предыдущих актов 50% или 60% Они избавились Просто когда вы серьезно начали Кришна-кончисность 50-60% аннард, которые вы принесли из прошлого существования, уходят благодаря серьезной практике процесса предного служения. И когда вы достигаете уровня ништы, постоянства в предном служении, то практически на 100% очищаетесь от всех анард. То же самое относится к анардхам, проистекающим из прошлой благочестивой материальной деятельности. Что это за анардхи? Это анардха, во-первых, слишком сильная привязанность к неблагости. Либо, возможно, даже привязанность к освобождению. Шила Бхакти Судданта хотел, чтобы его ученики распространяли книги. Но они практически не прониклись этой идеей. И они говорили ему, нет, нет, мы не хотим заниматься этим. Мы же можем пасть на гону страсти. Другими словами, мы сейчас будем благости, у нас все хорошо. И сейчас, если мы начнем бегать, тут и там продавать книги, брать деньги, то мы пойдем в страсть. Поэтому мы не хотим распространять книги. Шила Бхакти Судданта сказал, «В действительности, у меня такой вопрос». Когда вы подниметесь до гуны страсти? В действительности, их так называемая благость была тамагуной. Другими словами, если мы слишком скрашены гуной благости, то мы не захотим проповедовать, просто захотим уехать куда-нибудь за город и повторять, Харе Кришна, деревьям. Или пойти и воспевать для коров на травке. Это излишнее влияние гуны благости. Эти анархи, причиной которых являются прошлая греховная деятельность. Как только вы начинаете практиковать предное служение на уровне Бхаджана Крии, 50-60% таких анархи уничтожаются. Когда же вы поднимаетесь на уровень ништы, устойчивости в предном служении, то эти анархи уничтожаются практически на 100%. Далее идут анархи, которые происходят из неправильного выполнения Бхакти. Можно привести такой пример. Например, вы распространяете книги. Вы распространили много книг. И теперь перед всеми предными будут объявлять результаты распространения. Но у вас упомянуть забыли. И потом вы очень расстраиваетесь. Как они могли так поступить? Это не аппаратха, это просто вздорная анарха, которая происходит из неправильного выполнения предного служения. Когда мы делаем ошибку в сознании Кришны. Или, например, предные раздают пиво в воскресенье. И раздают очень вкусные самосы. О, очень вкусные, Сами-Лубини. И вот вы уже практически следующие в очереди, чтобы получить свои самосы. И человеку, который прямо перед вами достается последнее. И вы не получаете ни одной. Кришна, что же ты делаешь? Конечно, что же ты делаешь? Anyway, you know, things like this happen sometimes. It may lead to offense, actually. Это может вести к оскорблениям. Но, otherwise, it can be taken to fall into this category. Но, а иначе, это может также относиться к данной категории. Анархи, проистекающие из ошибок в предном служении или несовершенного выполнения предного служения. So, Вишнав Чакарвати Такхуа talks about the rate at which these анархи are removed. Вишнав Чакарвати Такхуа говорит о том уровне, на котором эти анархи уничтожаются. Когда вы начинаете совершать предное служение на уровне Баджана Крия, эти анархи уничтожаются лишь в очень малой степени. Практически вообще не уничтожаются. Поскольку Баджана Крия — это лишь начало вашего предного служения. А вы можете совершать ошибки в предном служении только когда вы совершаете преданное служение. Поэтому в самом начале уничтожения этих анархи очень мало. Но когда вы достигаете уровня ништы, постояться в предном служении, то уничтожение этих анархи достигает практически 100%. Следующие — это анархи, проистекающие из оскорблений. Когда мы говорим об оскорблениях, мы, как правило, имеем в виду 10 оскорблений. В данный случай очень серьезно отличается от остальных. Первое, что Вишна Чакравати Такур говорит касательно анархи, проистекающих из оскорблений, или, точнее, последствия оскорблений. Первый результат оскорбления — это потеря энтузиазма в предном служении или недостаток энтузиазма. В факте, Шила Прабхуппаде говорил, что если Майя хочет достать вас, то первое, что она сделает, это заберет у вас энтузиазм в совершении предного служения. Конечно, есть другие анархи, то есть следствия совершения оскорблений, и мы поговорим о них с вами позже. Но сейчас скажем пару слов об одном или двух типах оскорблений. В частности, поговорим о первом оскорблении — это поносить предных. Он говорит, что если вы оскорбили предного, то вы должны подойти к нему и просить его прощения, покуда не получите это прощение. Если же вы несколько раз пытались подойти к предному и выгналить у него прощение, но он так и не прощает вас, Тогда, говорит Вишна Чакравати Тхакура, Человек должен считать себя самым неудачливым из всех и обреченным на страдание в аду. Тогда он должен оставить привязанности ко всему прочему и постоянно быть занятым воспеванием святого имени. Он также говорит еще одну очень интересную и важную вещь. Если вы подошли к Вишнаву, которого оскорбили и сказали «пожалуйста, прости меня», но этот Вишнав настолько расстроен вашим поступком, что его первая реакция — это ответить вам «нет». То в этом случае вы не можете сказать «ну, я попытался попросить у него прощения, но он меня не простил». Поэтому я не буду дальше пытаться попросить у него прощения, я просто буду воспевать. Но Вишнавчик Ротик Тхакур говорит «нет, так поступать нельзя». Это лишь оправдание. И оно приведет к тому, что вы снова будете совершать оскорбление. И потом, другой момент, который он делает, это, что если вы наносите оскорбление предному, который не так-то хорош в своей практике, «возможно, это предный с плохим характером». Например, обманщик. Который не умеет вести себя правильно. Злобный. Если вы оскорбили такого предного и думаете «ну, это не имеет значения, посмотрите на него, не такой уж он и преданный». Это все же является серьезным оскорблением и думать так не подобает. Далее он говорит «вы можете оскорбить великого предного». И поскольку он продвинутый, он может не воспринять это оскорбление на свой счет. Но если вы извинились перед ним и он сказал «да все нормально, нет проблем». Но все же вы должны понимать, что совершили очень серьезное оскорбление. И даже несмотря на то, что преданный не принял оскорбление на свой счет, вы должны изо всех сил продолжать служить ему и пытаться как-то искупить свое оскорбление. Вишнав Чакравати Тагуа говорит, что даже несмотря на то, что Вайшнав может простить вам оскорбление, пыль с его лотосных стоп не потерпит этого и вознаградит вас плодами ваших оскорблений. И плод этот невкусный. Он делает ударение на это. Он также говорит, что третье оскорбление, неповиновение указанием Духовного Учителя, также является частью первого оскорбления. «Лишь поскольку Духовный Учитель занимает особо важное положение среди других предных, это оскорбление выделено в отдельную категорию». Далее он говорит о том, на каком уровне анархии эти анархии уничтожаются. Когда вы начинаете на уровне баджан-акрии, пока вы не начали предное служение, у вас нет возможности совершать оскорбления. Поэтому на уровне баджан-акрии освобождение от анарх, проистекающих из аппарат, очень низкое. На уровне ништы или постоянства, уничтожение немного более обширное. Может быть 20%. На уровне баджан-акрии освобождение от анархии приближается уже к 100%. Но полное освобождение от анархии происходит только тогда, когда вы уже вступаете в свои личные отношения с Кришной. Таким образом, мы видим, насколько велика опасность совершения оскорблений. И, конечно, многое можно сказать об этом. Но мы можем привести сейчас один пример. Это пример Махараджи Барат. Махарадж Барат описан в начале пятой песни Шримад Бхагавата. Его история описана в начале пятой песни Шримад Бхагавата. Он находился на уровне Бхавы. В конце концов, он оставил дом и отрекся от всего. И он был царем всего мира. И у него было практически неограниченное могущество. У него была жена, которая в буквальном смысле этого слова являлась ангелом. Она ни разу не огрызнулась на него. Это совершенная жена, о которой иногда мечтают молодые люди. Он контролировал всю планету. Вся планета была в его распоряжении. Но поскольку он был продвинут и достиг уровня Бхавы, когда он покинул дом, он оставил все, как Шримад Бхагаватам говорит, Как говорит Шримад Бхагаватам, он оставил все подобное человеку, который оставляет испражнения после того, как опорожнил кишечник. Другими словами, он просто встал и ушел. И потом только люди поняли, о, он ушел. Не было никакой прощайной вечеринки. Так долго, это было хорошо, чтобы тебя познакомиться. Не было никаких речей. Ему не подарили золотые часы. Он просто ушел, и это было все. Он находился на уровне Бхавы, и возможность отречься таким образом является одним из тонких признаков пребывания на этом уровне. Однако, как это красочно описывает Шримад Бхагаватам, он каким-то образом привязался к олененку. И ему пришлось принять рождение в теле оленя. Как такое могло произойти с человеком, находящимся на уровне Бхавы? Во-первых, мы должны понять, что это не могло являться результатом его прошлой греховной деятельности. Или прошлой благочестивой деятельности. Из-за того, что он просто был очень добр к этому маленькому животному. Этого не может быть. Так же это не относится к следствию ошибок в сознании Кришны. Потому что все эти анардхи уничтожаются в основном еще на уровне ништы. После ништы идут уровни ручи, затем асакти, и только потом Бхава. То есть он был намного выше всего этого. Но, однако, он полностью был сбит с толком. И должен был принять рождение в теле оленя. Бхакти-сандарбе Джива Госвами обсуждает эту тему. И говорит, что даже несмотря на то, что Шримад Бхагаватам не говорит об этом. Но мы можем понять, что это произошло с ним как реакция за прошлое оскорбление. И первым проявлением этой анардхи, проистекающей из оскорбления, было то, что, как покинув дом, он решил практиковать в одиночестве. Он мог бы присоединиться к какому-нибудь ашраму, поскольку их было очень много в то время. Но он решил, что будет практиковать в одиночестве, создаст свой небольшой ашрам. Если бы он присоединился к ашраму, где жили бы другие предные, и этот олененок появился, то другие предные остановили бы его. Таким образом, первое проявление этой анардхи, проистекающей из оскорблений, было то, что он решил остаться сам по себе. И второе проявление этой анардхи было то, что он привязался к олененку. И даже несмотря на то, что он находился на уровне Бавы, которая, как вы помните, является частью полного совершенства, это уже часть совершенства и находится выше, нежели процесс достижения совершенства. Но такие аппараты и оскорбления настолько могущественны, что могут влиять на человека даже тогда, когда он достиг совершенного уровня. Так же поднимается вопрос, почему человек, находящийся на уровне Бавы, не находится на уровне Премы. Это уже совершенство, это не является чем-то меньшим, нежели совершенство в сознании Кришны. Но причина, по которой преданное остается на уровне Бавы, и не на уровне Премы, является то, что есть еще некоторые влияния прошлых оскорблений. Давайте закончим, прочитав несколько предложений из книги Вишванат Чакравати Такура. Какие оскорбления святого имени не дают вам возможность получить результаты слушания и воспевания святых имен? Ведь святые имена должны давать прему. Но эти оскорбления не дают вам возможность получить результаты служения святым местам. Они не дают вам возможность вкусить нектар Прасады. Он говорит, что это очень серьезные нам аппараты. Тогда кто-то может сказать, что если эти аппараты настолько серьезны, то человек, совершающий их, может полностью потерять милость Господа. И тогда не сможет принять прибежище к Гуру или совершать предное служение. Это правда. Точно так же, когда из-за сильной лихорадки, из-за сильного жара человек абсолютно теряет вкус к еде. И абсолютно не может есть. Человек, совершающий оскорбления, теряет возможность воспевать, слышать святые имена и совершать предное служение. В этом нет никаких сомнений. Однако, если жар спадает, то через какое-то время у человека появляется вкус к пище. Но, однако, даже в этом случае, даже хорошая пища, такая как молоко и рис, не могут полностью удовлетворить человека. Но через какое-то время человек может восстановить свое здоровое состояние. Точно так же, через долгое время, испытывая последствия в своих аппаратах, интенсивность этих анардх у человека уменьшается, и преданность снова может начать испытывать вкус. Потом, постепенно, он может снова погрузиться в слушание и воспевание, и снова может прогрессировать и достичь даже уровня премы. В заключении я хотел бы отметить очень интересный момент. Он говорит, что признаками отсутствия премы во время воспевания и совершения предного служения То есть, отсутствие премы во время воспевания не всегда можно относить к последствиям совершения нам аппарата. Давайте посмотрим. В другом случае, это может быть просто испытание, которое Кришна посылает. Кришна всегда думает о благе предного. И для того, чтобы усилить смирение предного и предание Господу, Он может послать предному какие-то страдания. И в данном случае это нельзя считать последствием аппарата. Это нужно считать помощью Господа в прогрессе предного. Надеюсь, мы никого сегодня не напугали. Вы в порядке? Как у вас все нормально? Мы должны относиться к этому очень серьезно, поскольку это очень важная тема. Практически, в сознании Кришны не о чем беспокоиться, кроме как об оскорблениях. Харея Кришна! Харея Кришна! Шире правопатки! Драй! Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова